Вечерний эфир ТСВ продолжает программа «Экспертное мнение». В студии работают Яна Раховская и Александра Гашицкая. Накануне, на выходных, в селе Ташлык произошла большая трагедия. В доме произошло замыкание проводки. Внутри находилась мать, 28-летняя женщина и пятеро детей. К сожалению, никого из них спасти не удалось. Наутро сосед увидел, что из этого дома не вывели на пастбище, как обычно, корову. Он и вызвал спасателей. На месте трагедии побывал Вадим Шмаленко, замминистра МВД. Да, добрый день. Вадим Витальевич, здравствуйте. Вы, когда прибыли на место, что вы там увидели? Насколько я знаю, вы один из первых, кто там оказался. Да, я скажу, что туда прибыли все оперативные службы района, руководство Министерства внутренних дел, в том числе и я. Конечно, это страшная трагедия. Скажу откровенно, что за всю мою службу я такой трагедии еще не видел. Да, все в жизни бывало, выезжали на трупы различные, но чтобы погибла вся семья, мать и пять детей, такого я не помню. Это большая трагедия и утрата, я могу сказать, для всего нашего народа, нашей республики. Очень тяжело было смотреть на тела погибших деток и их мамы, потому что все они маленькие. Буквально не больше семи лет самой старшей девочке было, самому младшему ребенку было два годика, исполнилось только 18 марта. И дети, к сожалению, все погибли в результате отравления угарным газом. Мы читали сводки и там писали о том, что девочка восьми лет, ее когда вынес сосед, она еще подавала признаки жизни. И сразу отсюда вопрос, может быть, можно было, не знаю, на час раньше увидел бы сосед, были ли шансы спасти? Скажу так, возможно, по каким-то внешним признакам она была еще жива, но тем не менее, поверьте, вот этот углекислый газ, это такой убийца. Если происходит слишком большая степень отравления этим угарным газом, как мы говорим, то даже реабилитация с последующим госпитализацией не гарантирует о том, что человек выживет. И были случаи, когда после госпитализации люди даже умирали. В данном случае, с учетом того, что были слишком сильно закопчены стены и уровень отравления длился довольно-таки долго, те реабилитационные мероприятия, которые проводили, маловероятно, что они дали какой-то положительный результат. То есть интоксикация уже была очень сильная? Интоксикация была очень сильная, да. Поэтому, конечно, я не медик и не могу говорить, но из практики могу сказать, что такой уровень отравления, все-таки, степень отравления, она фатальна. Горела проводка, но нам также известно, что проводка была заменена в этом доме. Скажу так, сейчас проводится доследственная проверка, на месте работала следственная оперативная группа. Это предварительная информация, и насколько она верна, будет установлена в рамках вот этой доследственной проверки, и насколько это повлияло на возгорание в самом доме. Давайте немножко на подробностях истории остановимся. То, что известно, опять же, из СМИ, да, это загорелся телевизор. Телевизор тоже, это не старая какая-то модель, да? Нет, это уже как кристаллический телевизор. Это было короткое замыкание электропроводки. Это основная версия на сегодняшний день. Скажем так, дом не газифицирован, печь не топилась. Кроме как очаг возгорания, в принципе, сразу был установлен. Это была розетка, к которой был подключен телевизор. Кроме основной розетки, было еще две розетки дополнительные. Каким образом они были изготовлены, кустарным способом, либо с соблюдением технических мер, которые необходимо выполнять при монтаже вот таких. Все это будет в рамках доследственной проверки. Но, опять же, очаг возгорания был именно в розетке. Розетка. Так, чтобы стало ясно, один телевизор подключен к одному выходу, да? Или это, как у нас бывает, тройник и сразу много приборов? В одной розетке был подключен телевизор. Телевизор уже, можно сказать, загорелся, начал плавиться. После того, как произошло короткое замыкание, после этого началось загорание телевизора. Телевизор достаточно новый и безопасный, если, конечно, нормальное соединение с розеткой и так далее. Поэтому сначала розетка, потом телевизор. Почему не было огня? Были заперты окна, не было доступа кислорода, не было притока кислорода. А это один из основных факторов большого огня. Соответственно, было тление, небольшое возгорание. Конечно, была повышена температура. Это видно и по копоти, и по плавленным электро-включателям. Поэтому не мог разгореться огонь, пока не было доступа кислорода. Тем не менее, выделение этого углекислого газа способствовало тому, что дети, к сожалению, умерли во сне, разрушавших этим газом. А уже в последующем прошло такое медленное тление, и в результате чего погибла вся семья. Хочу сказать, что мальчики, когда их обнаружил мужчина, сосед, находились, спали в своих кроватках. Находили в своих кроватках. Мать с девочками, с дочками находилась в другой комнате. И она находилась не в кровати, по всей видимости, пыталась встать, потому что находилась на полу. Но все-таки потеряла сознание, и в результате чего погибла уже. Это сколько времени прошло, когда сосед увидел их? Ну, в 7 утра, когда он выходил, скажем так, в место, где они обычно выгоняли коров, не обнаружил, начал ей звонить, телефон не отвечал, вернулся, зашел домой, и уже увидел, когда открыл двери, все было в дыму, закопчено. Никто из соседей не почувствовал запах? Никто ничего не увидел, не заметил? Дело в том, что не было открытого горения. Дом находится довольно-таки на таком отдаленном расстоянии от соседних домов. Поэтому даже пожарный расчет туда не выезжал, потому что открытого горения не было. По сути, оно самоликвидировался, тот огонь. Никто его не тушил. Да, была оплавленность, но, тем не менее, разгореться возможности не было из-за отсутствия доступа к кислороду. Объясните, пожалуйста, допустим, мне человеку, который очень далек от нюансов технических. Вы говорите, если бы был доступ к кислороду, могло быть пламя. Почему, когда открылась дверь, тогда этого пламени не было? Уже тление прекратилось? Тление прекратилось, да, оно фактически прекратилось тление уже в этот момент. Поэтому и какого-то сильного возгорания уже не произошло. Сейчас, наверное, все думают, что можно было бы сделать, чтобы эту трагедию предотвратить. Если бы не похолодало, то они бы оставили окна открытыми, может быть, это бы спасло. На ваш взгляд, что вообще можно было сделать, чтобы эта ситуация не случилась? Есть, конечно, элементарное правило. Это смотреть за проводкой. Опять же, при монтаже проводки необходимо понимать, какое электрооборудование будет использоваться. Если оно где-то оплавилось, розетка и так далее, необходимо заменить. Не оставлять электроприборы, если это не предусмотрено заводскими инструкциями, даже в режиме ожидания в сети, так как это тоже может повлечь возгорание из-за скачков напряжения. В данном случае тоже мог иметь место какой-то скачок напряжения, что повлекло вот это вот замыкание. Вот такие основные правила, можно сказать. Каких-то рекомендаций, каких-то универсальных правил, к сожалению, нет. Просто, когда мы говорим про проводку, часто первая мысль, которая приходит, это старая проводка, старые дома, изношенность какая-то. Но, читая сводки МВД, нередки случаи, когда есть новая проводка, что-то происходит. Как можно, говорите, проверить? Как ее проверить? Ну, вот, допустим, там же женщина находилась с детьми. Разве она могла вот посмотреть на розетку и понять, что что-то не так с проводкой? Ну, в качестве профилактики, для того, чтобы мы понимали, какая у нас проводка, насколько она в состоянии выдержать приборы с большим потреблением, с большой энергоемкостью, необходимо приглашать специалистов, электриков, которые сделают соответствующие замеры, проверят состояние проводки и уже дадут соответствующие рекомендации необходимости ее замены, либо о том, что проводка соответствует требованиям техническим и не подлежит замене. Ну, еще, вот, когда изучали этот вопрос, специально проверили, что существуют такие датчики, да, угарного газа. Даже посмотрели цену. И у вас, скажем так, в правилах пожарной безопасности обязательных требований к установке таких датчиков нет. Но специалисты, вопрос больше, конечно, специалистам газового хозяйства, как мы говорим, действительно требуют установки таких датчиков на газовых котлах, газовых колонках, дабы избежать отравления вот этими уголиками. Они же достаточно недорогостоящие. Просто вообще, насколько люди наши об этом заботятся, особенно те, кого газовая колонка, печное отопление, ставят ли, вы приезжаете на пожары, бывало такое, что датчики есть? Скажу так, там, где это предусмотрено проектом, при строительстве новых домов, там это правило действует и соблюдается. А человек вот так вот сам, чтобы установить? Человек сам по себе. Культура все-таки наших граждан еще до этого не доросла. Вот мы очень часто выезжаем на колонки газовые, бездымоходные, так называемые, хотя они тоже выделяют углекислый газ. И люди, и колонки эти должны работать 15-20 минут. У нас же граждане принимают ванну, час-полтора, при этом колонка работает. При этом любят закрыть, чтобы было потеплее, и получают отравление. И очень часто попадают в больницы, в том числе с детьми, потому что, как правило, боятся, чтобы дети не заболели. Давайте закроем окна, чтобы было потеплее, не продуло, не протянуло. В конечном итоге все оказываются в больнице. Как понять, что вот угарный газ, вот он здесь, он же без света, без запаха. Без света, без запаха, только по состоянию вашему. Если у вас начинается учащенное сердцебиение, отдышка, покраснение кожных покровов, вы начинаете плохо чувствовать, тошнота. Вот это основные признаки того, что вы получили отравление углекислым газом, угарным газом, как мы говорим. Почувствовать его, правильно вы подметили, ни цвет, ни запах, ничего этого нет на самом деле. И очень сложно, только по состоянию вашему. Я еще читала, что стоит обращать внимание на домашних животных, потому что газ опускается вниз, и получается, что первые, кто реагирует... Первые, кто получает эту дозу отравления, получают и собаки, и коты, да. Они первые, вот тоже как один из маркеров, скажем так, того, что вы можете получить отравление углекислым газом. Мы сегодня не поговорили еще про отца семейства. Он, судя по всему, как мы читали, на заработках. Как ему сообщили, как отреагировал? Честно, я не знаю, как ему сообщили. Я знаю, что должны были сообщить, там родственников были, но не знаю, за это не могу сказать. Мы еще читали, что вроде как семья планировала приобретать как раз-таки дом рядом. Ну да, тоже, опять же, слово очевидцев. Они планировали приобрести дом с газовым отоплением, поэтому и глава семейства выехал на заработки для того, чтобы заработать денег, и в последующем они могли приобрести этот новый дом с газовым отоплением. Ну, немаловажно вдобавить все-таки, что семья многодетная, но это не асоциальное элемент. Женщина работала в шерифе, в магазине «Шериф». По прибытии, вот тоже вы спрашивали, что же я там увидел. Все-таки смотрела она за детьми, были постираны вещи детские, были развешаны, чистые. Женщины, огород, тоже один из признаков для сельской местности. Корова, козы, куры. То есть женщина занималась хозяйством, тянулась как могла и хотела воспитывать своих детей. Поэтому говорить, что это какие-то социальные элементы, которые требовали бы дополнительного контроля, профилактического, ну, наверное, сложно в данном случае. То есть ужасная случайность, по сути. Ну, я думаю, что статистика ваша, как спасатели, статистика пожарных, она говорит о том, что никто не застрахован. Никто не застрахован. Вот правильно, вы подметили. Вот в данном случае, наверное, я бы сказал, что это действительно такое стечение таких обстоятельств. Как правило, кто у нас по статистике умирает от отравления углекислым газом? Это хронические алкоголики, которые курят в постели, выпивают, сигарета догорает, загорается, как правило, одеяло, оно тлеет, там подушка, какие-то постельные принадлежности, они задыхаются. Даже грения как такового не происходит. И зачастую пожарный расчет не выезжает, а уже постфактум узнаем о том, что отравился угарным газом. Ну, конечно, бывают и пожары в данном случае. Вот основная категория, которая погибает в таких случаях. Вот данная семья, это большая трагедия, повторюсь, и на мой взгляд, все-таки здесь большее стечение обстоятельств определенных негативных. Давайте еще так, подводя итог, если вдруг так случилось, что кому-то из близких понадобилась помощь в связи с отравлением угарным газом, какие-то ключевые моменты, что можно делать и чего делать не стоит? Ну, во-первых, необходимо вызвать сразу скорую помощь, открыть окна для проветривания в обязательном порядке, объемное питье воды, в принципе, вот такие основные. Ну и дождаться скорой помощи, опять же, в зависимости от состояния будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тоже медикам определяться. Еще одна из обсуждаемых тем этих дней, это Днестр, который поднимается, буквально вчера была на пляже столичном, и действительно весь пляж, да, он в воде. Что вообще происходит и ждать ли нам потоплений или нет? Что там насчет дам? Ну, насчет дам, давайте так немножко сначала, ждать ли нам потоплений или нет. Ну, мы постоянно находимся на связи с Приднестровским гидрометеоцентром, получаем гидрологические сводки, ежедневно, в том числе и сегодня мы получали. Действительно, идет, Новоднестровская ГЭС сбрасывает определенные объемы воды, тысячу кубов и больше. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы сбалансировать энергосистему Украины. Естественно, в данном случае увеличивается приток воды на Дубосарскую ГЭС и, соответственно, увеличивается сброс. Мы также в постоянном контакте находимся с руководством Дубосарской ГЭС для того, чтобы понимать, какой будет уровень сброса, объем сброса, соответственно, как будет подниматься вода. В настоящий момент возможны небольшие подтопления пойменных частей, подтопления населенных пунктов. Угрозы, как таковой, на сегодняшний момент не существует. Что касается прогноза, если бы не было вот этих незапланированных аварийных сбросов на Днестровской ГЭС, то можно сказать, что паводковая ситуация у нас была бы стабильная, можно было бы ее характеризовать как гидрологическая засуха даже. То есть не было бы даже и подъема такого серьезного воды, как это происходит сейчас. По обследованию дамб, в любом случае мы ежегодно в весеннее время, в марте месяце, как правило, проводим обследование дамб, комиссионное обследование. Выходят наши специалисты, специалисты госадминистрации. Вот в результате обследования этого года было выявлено 12 аварийно-опасных участков дамб. Распределилось это следующим образом. 5 участков – это Слободзея, включая Кременчук. 6 участков – это Греопольский район и 1 участок – это непосредственно город Каменка. Вот так 12 участков. Это было бы намного меньше, чем в прошлом году. Мне кажется, там было прям побольше. 14 участков, два участка отремонтированы. Сейчас у нас остается участок дамбы Т, там 7 километров. Значит, в настоящее время ведутся проектные работы. После того, как проектные работы будут произведены, соответственно, будет проведен аукцион. Определен непосредственно организация, которая будет заниматься ремонтом этой дамбы. И после этого уже будут этот участок доделывать. Мы всегда слышим «аварийно опасные дамбы». А что это такое? Что значит «аварийная дамба»? Скажем так, это техническое состояние дамбы. Это может быть, она просела. Это может быть тело дамбы. В данном случае у нас не разрушены. Как правило, это все просевшие дамбы, которые долгие годы не подсыпались, не обслуживались. Они поросли определенными кустарниками, деревьями, что тоже разрушает тело дамбы. И впоследствии при повышении воды, при напоре воды, теоретически может произойти разрушение этой дамбы. И, соответственно, подтопление близлежащих населенных пунктов, если таковые имеются, либо пойменных земель. То есть, если за дамбой мы не будем ухаживать, она будет аварийной? А еще казалось, что деревья, кустарники, это все, наоборот, укрепляет. Мы привыкли, что на склонах высажены деревья. Наоборот, корневая система, наоборот, разрушает. В данном случае она разрушает. Это терриконы укрепляет. На Донбассе есть терриконы, вот там она укрепляет. На самом деле она разрушает тело дамбы. Есть и технология, при которой дамбы строятся. На самом деле она, если кому-то кажется, что это просто привезли землю, насыпали, ее укатали, то это не так совершенно. Там и вязкость определенная, есть целые ГОСТы, которые регулируют, каким образом, какая смесь должна, глиняная, там, и так далее. То есть, все серьезно, а не просто насыпать. Да, это не просто так. Мусором насыпать и так далее. Здесь очень серьезные вопросы. И неправильное выполнение технологии строительства дамб, оно повлечет последствия ее разрушения. Поэтому гарантию, когда комиссия принимает, организация гарантирует, что дамба простоит определенное количество лет. Сколько лет? Да, интересная. Все зависит от конкретного места. Ну, от и до. В любом случае же есть какие-то цифры. До 10 лет. До 10 лет. Вот вы сказали, что всего 12 аварийных участков, но при этом мы знаем, что около, больше 40, по-моему, дамб были признаны бесхозными. То есть, советское наследие. Они не относились ни к никакому министерству, ни к какой организации, ни к какому населенному пункту. И, по сути, это означает, что никто за ними не ухаживал. Их не поддерживали в надлежащем состоянии. Я скажу так, общая протяженность дамб по территории республики почти 300 километров. А вот 79 километров – это дамбы, которые, скажем так, не учтены. То есть, баланса держателя не было у них. Вот в настоящее время при Минсельхозе создан такой ГУП Приднестровской растительной системы. И им поручено принять все эти дамбы на баланс. Но там есть ограничения еще, ну не ограничения, есть определенные процедуры, связанные с потребованием гражданского кодекса. Вот специально для этого вносили изменения в гражданский кодекс, дабы эти процедуры ускорить и поставить их на баланс. То есть, процесс еще пока идет. Процесс еще идет. Это не такой быстрый процесс, как бы хотелось. Мне просто кажется, что они должны быть в аварийном состоянии, раз столько времени за ними не смотрели, а вы называете только 12 точек, да, которые вот… 12 точек, да. Эти дамбы, я скажу так, эти дамбы не прямо там в аварийном состоянии, но их состояние требует все-таки технического обслуживания и дополнительного ремонта. Мы же опять же делим все эти дамбы на категории аварийно-опасные участки, у нас есть целый план реконструкции этих дамб, и в рамках которого государственным выделяются лимиты денежные, на основании этих лимитов уже производится ремонт вот этих дамб. Где больше всего аварийных этих дамб? В Григориополе 6. Слободзея больше пологая тут, как бы, и течение реки очень медленное. Если Григориополь идет у нас после Дубосар, и здесь напор воды все-таки больше. И, возможно, из-за этого подмывание дамб, оно идет... Разрушение скорее происходит. Да, скорее всего, из-за вот такого напора. Ну, правильно, напор из-за напора вот происходит. Здесь как бы по Слободзея поменьше. Ну, 5,6, знаете, завтра через год еще где-то что-то найдется. Если вдруг пройдет большая вода. Ну, то есть, я так понимаю, вот тот поток, который сегодня есть, это все в пределах русла реки. И больших выходов из берегов нет. Подтоплений тоже пока никаких населенных пунктов не произошло. Пока нет. Но вот если вдруг... Что в первую очередь? Ну, в Каменском районе это Рашково. В Слободзейском районе это Меренешты. В Григориопольском районе Тея-Спея-Такмазея. Бутеры. В Рыбнице это Сарацея. То есть, те населенные пункты, которые находятся в Низине и в Поймене. Самые живописные туристы в Низине и в Поймене вспомнились в 2008-м, когда произошло это наводнение. Да, и на лодке спасали и людей, и животных, и животных. Все, что можно было. Вот после такого большого наводнения, я не знаю, насколько вообще можно сделать какие-то выводы, к чему-то там подготовиться к следующему. Мы делаем выводы. Может быть, учли какие-то тогда ошибки. Смотрите, вот эти населенные пункты, которые я перечислил, и которые находятся в зоне подтопления. Во-первых, мы проводим не просто обследование дамб, это комплексный подход. Мы как раз изучаем те села, те улицы, которые в первую очередь попадут под подтопление. Мы изучаем, кто там проживает. То есть, старики, многодетные семьи и так далее. Проводится расчет полностью сил и средств, направленных на эвакуацию вот этих вот граждан, которые могут попасть в зону подтопления. То есть, для начала вы должны просто понимать, кто там будет составить списки. Да, у нас есть списки по категориям, какие категории граждан там проживают. Определены в городах и районах пункты временного размещения таких граждан. То есть, в случае поднятия воды и подтопления вот этих вот дворов, домов и так далее, этим гражданам однозначно будет оказана помощь. Они будут отселены в пункты временного размещения, где они будут обеспечены питанием, горячим питьем, ну и всем остальным необходимым. До того момента, пока вода не сойдет, в местах, где будет вот такое вот подтопление, будут дежурить спасатели. На лодках, для того, чтобы не допустить фактов мародерства, краж и так далее. То есть, это не просто обследование дам. Вот это вот мероприятие, которое мы проводим, они комплексные мероприятия, направленные для того, чтобы обеспечить не только сохранность, там, ремонт дам, но и в случае чего обеспечить сохранность жизни и имущества наших граждан. Видите, все-таки в России наблюдаем все какие-то паводки, там, скажу так, это большая стихия, которой довольно-таки сложно управлять. Конечно, мы не Россия, у нас одна река, но, тем не менее, тоже такая довольно-таки коварная река. И учитывая то, что заиленность Днестра, даже непродолжительный сброс воды, вот, объемом, там, тысячу кубов и выше, в течение недели, если такой будет сброс по Дубасарам, то уже Меренешты будут подтапливаться некоторые поля в Слободзейском районе. То есть у нас довольно-таки короткий промежуток времени при относительно небольшом сбросе воды нужно для того, чтобы было подтопление наших населенных пунктов. Пока это был единоразовый такой сброс, да? Да нет, уже были такие сбросы. Нет-нет, вот сейчас, та вода, которая пришла сейчас. Ну, та вода они в марте сбрасывали. Украина в марте сбрасывала, были подъемы воды. Просто дальше они начали довольно-таки часто сбрасывать такие объемы воды. Хочу сказать, что зеркало Новоднестровского водохранилища, там, в 10 раз больше зеркала водохранилища Дубасарского. Поэтому у них есть откуда сбрасывать, и те объемы, которые сбрасывают, ну, довольно-таки велики для нашей гидростанции. Прогнозировать, судя по всему, тяжело, да? Будет ли еще Днестр подниматься и насколько? Тяжело прогнозировать из-за того, что нет четкого понимания, сколько будет сбрасывать Новоднестровская ГЭС. Мы получаем информацию, если раньше это было понятно, стабильно, колебания составляли там плюс-минус 10 сантиметров, то сейчас довольно сложно такие прогнозировать из-за вот таких непредвиденных и не всегда своевременно информированных сбросов. То есть постфактум, по сути, мы знаем уже о том, что вода идет. Мы смотрим, есть гидропосты, начинают грушки, каменка и так далее. Мы смотрим, какая вода приходит, отсюда уже проводятся расчеты по подъему воды, ну, гидрометам нашим. Сейчас нерестовые запреты, все ждали, что будет и экологический сброс, да? Но его до сих пор не было, может быть, у вас есть информация, может, уже что-то сообщили. Вот этого сброса довольно-таки достаточно. Достаточно, да? То есть рыбе уже хорошо? Рыбе уже хорошо, да. А если она резко начнет уходить, рыбе станет плохо? Она резко не может уходить, потому что здесь в низовьях у нас слабое течение, поэтому вода резко, ну, никак не будет уходить. То есть рыбы у нас в Днестре будет достаточно? В общем, рыбе хорошо, людям тоже хорошо, потому что разлива большого нет. Нет, получается, все спокойно, пока? Пока все спокойно, все контролируемо. Во всяком случае, сотрудники с пятницы, сотрудники главного управления по черчайным ситуациям два раза в сутки проводят замеры воды. У нас есть гидропосты наши, и мы смотрим, для чего это делается, потому что мы могли отреагировать в случае необходимости. И если будет такая потребность, то и принять, оказать помощь нашим гражданам в их отселении. Но пока, к счастью, такой необходимости нет. Пока, да, не говорим об этом, и думаем, что и не будем к этому разговору. Будем надеяться, что у нас и с Днестром, и в остальных, да, сверхжизни все будет хорошо и спокойно. Спасибо вам. Ну, а у нас в студии был гость, замминистра МВД, начальник ГУПЧС Вадим Шмаленко. Сразу после нас смотрите новости на ТСВ, все самое главное за день. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»!